Всем большой привет! Меня зовут Наталина, и сегодняшнее видео у нас с вами это очередное видео из рубрики Моаналитика. В этой рубрике мы с вами берем каких-то звезд или одну звезду, сегодня у нас их будет много, небольшой такой спойлер, и разбираем макияж. Как правило, это какие-то типичные макияжи для этих звезд, и мы пытаемся внедрить какие-то их фишки, вот эти звездные, в собственный макияж, в собственную жизнь. Ну что, сегодня мы с вами разбираем образы и макияжи с ковровой дорожки Оскара. И Оскар, как правило, знаете, все образы для этих вечеринок, там была и основная часть, и также автопати, где было уже что-то такое более интересное, поэтому там у людей у некоторых два образа будет. Соответственно, там, как правило, люди более консервативные, мне кажется, вообще основной цвет одежды на красной дорожке Оскар, это черный цвет. И в целом это тоже интересно, посмотрим, надеюсь, найдем каких-то парочку элегантных трюков для нашего ежедневного с вами макияжа. Если вы уже что-то смотрели, то обязательно пишите в комментариях внизу, какой образ был ваш любимый. Я говорю и про макияж, прическу, про одежду и вообще, кого вам, возможно, хотелось бы увидеть на этой красной ковровой дорожке. Ну что, давайте скорее приступать к просмотру. Начинаем мы с вами сразу с Америки Ферреры. Так, смотрим на ее образ. Вообще, вот это платье, мне, знаете, напоминает мой образ в 2017 год. Наверное, пудра Блогера Ворс, ну как напоминает, только тканью, то, что вот эти розовые пайетки. Давайте посмотрим на ее макияж, потому что макияж у нее здесь супер такой простой. Вот любят они на ковровых дорожках, да. Да, слушайте, опять у меня будет, как всегда, основная претензия к волосам, потому что столько лохматых женщин вообще, ну мужчин, кстати, нет. Но вот эта лохматость, которая типа такая нарочитая, блин, мне хочется чуть более подвылизованного, что ли, образа. Ну в том плане, что такое ощущение, как будто она реально проснулась, встала и пошла. Ну в целом, ладно, здесь окей, здесь выглядит она хорошо. Макияж супер простой, супер такой говорящий. Я вообще-то всегда так выгляжу, минимум тона. Как обычно у нас с вами на ковровых дорожках будут, скорее всего, какие-то проблемы с коррекцией, потому что я не знаю почему. Но при этом образ мне в целом нравится именно своей простотой. То есть она выглядит хорошо, свежо. Может быть, мне бы хотелось чуть-чуть, чуть-чуть побольше румян, чтобы просто ее это как-то освежило. В целом, какие у нас здесь приемы используются? Да никаких, блин, просто намазали какой-то легкий тон у нее, если хорошая кожа, то все окей. То ли нарощенные ресницы, то ли приклеенные. Так непонятно сразу. Ой, что это за инструмент такой. Чуть-чуть хайлайтер на внутренних уголочках, капля румян. Ну вот, знаете, веснушки добавили, как завещают нам супермодели, да, чтобы создавался эффект дополнительной такой вот этой суперсвежей кожи. Но в целом, в целом как бы именно образ окей. Но у меня такое ощущение, что вот, знаете, убрать ее какие-то бусы платья и просто я такая, я вышла, лежу на полежу. Так, дальше у нас Аня Тейлор Джой. По-моему, это образ с автопати. Мне очень нравится внешность Ани и мне нравится ее основной образ. Вот это ее основной образ, вот это ее основное платье. И здесь она, конечно, выглядит отлично. Но здесь у нее вот плюс-минус ее стандартный макияж. Давайте посмотрим, что нам здесь предлагается. Мне вообще в целом, я вот так вот поняла, не нравятся вот эти хероборы на башке. Когда это какая-то вот у Джейлона Мэтт Галла была тоже, вот это какая-то шапочка. Какие-то мне не нравятся. Мне кажется, она своими волосами лучше бы выглядела. Плюс не уверена насчет колготок. Просто Аня такая вся прозрачная. И как-то хочется еще больше этой прозрачностью ее насладиться. Мне нравится макияж, то, что его здесь немного как-то усилили. То есть у нее такие хорошие пушистенькие брови. Ей подвели слизистые. При этом она все равно выглядит свежо, красиво так вот по-неземному. Слизистую ей здесь прокрасили. Но мне кажется, у нее вот здесь специфическое место на внешних уголочках, которые придают ее глазам такую необычность. У меня, кстати, был разбор отдельный, ему аналитика Ани Тейлор Джой. Можете посмотреть. Мне кажется, у нее там просто то ли слезится глаз, то ли что-то. Просто не ложится как будто туда карандаш. Мне здесь все нравится. Она такая прям хорошая. Ну вот эта вот штука на башке. Не знаю, напишите, что вы думаете. Я просто не люблю такие странные какие-то головные уборы, которые как шапка, как шапочка для плавания. Вот что это такое. Мне бы хотелось, может быть, чуть более четких губ здесь. Потому что губы как-то вот их форма немного потерялась. Капельку карандаша. Ну вот о чем я говорю, да, что видите, вот эта галочка у нас чуть-чуть снизилась. Ну вообще макияж вот просто самый простой. Реально 1500 в любом трэш-салоне. Основной образ, который мне, конечно, платье вот это очень нравится. Оно ей безумно подходит. Украшения тоже вот прям все-все-все. И здесь у нее макияж тоже, опять же, 1500 в любом салоне. Хочется каплю румянка. Хотя вот, знаете, вот здесь их как будто почти не видно. А вот здесь-то мы же видим, что она эта румяненькая, да. Вот этот макияж ей, на мой взгляд, очень тоже прям идет. Здесь не акцентированная нижняя века. Но при этом неплохая коррекция, неплохие румяна, да. Ее дополнительно освежает. Господи, что с этой челкой? У меня не работает в отеле Dyson за то, что он слишком мощный. Простите, пожалуйста. Ну вот смотрите, какая она прям вся утонченная, элегантная. И вот опять волосы вот так вот все растрепаны. Я не знаю, может быть, я привыкла к нашим стилистам. Потому что у нас, когда съемки какие-то, ну, люди смотрят. Вот смотрите, вот видите, у меня тоже торчит вот эта херобора. Вот представьте, я на ковровой дорожке делаю гламбот. Потому что у нас как-то вот это к деталям, да, мы стараемся смотреть, чтобы такого не было. Вот это внимание к деталям. Чтобы волосы не стояли дыбом. У нее, кстати, здесь наклеенные ресницы. Очень хорошо их, кстати, их приклеили. Как-то хотелось бы причесывать, чтобы у нас голливудских актрис немножечко. Так, Ариана Гранде у нас она в этой, в своей южно-корейской эре. Она вообще изменила вот так вот просто свой образ. Я знаю, что она там осветляет волосы, потому что она там, ну, для роли, короче говоря. Но она прям сильно изменила свой мейк. Возможно, возможно, все мы не молодеем, так сказать. И она в какой-то момент почувствовала, что свежие макияжи, это то, что ей надо. Опять же, вот эти ресницы у нее, это как будто одна и та же модель, которую она постоянно клеит раньше. Вот это, кстати, интересный момент. Во-первых, для Оскара, мне кажется, можно было брови еще разок бы осветлить. Ну, или как-то так подгадать, чтобы корни у нас были покрашены к Оскару. Вообще, на мой взгляд, если вдруг есть парикмахеры в комментах, мне кажется, что то, что у нее на голове, это какой-то просто трэш. Есть ощущение, что у нее из-за вот этих хвостов, она тоже об этом рассказывала, свои волосы испортились, и у нее на башке три пера, в три ряда просто. Раз ряд, два ряд, три. Есть ощущение, что вот это, это так называемая химическая стрижка, знаете, когда волосы просто отвалились. Вы посмотрите просто на вот это жареное вообще, что это? Ну, образ мне нравится. Вот это платье, вот это безешка, вот это все, что она такая вся, типа нежненькая, милашечка такая она, блеск у нее. Смотрите, у нее как будто только блеск для губтон. Вот это она себе вот так вот фигачит хайлайтер на нос, вот здесь вот затемняет, чтобы он стал вот такой. Но на голове, ребят, блин, ну и цвет, понятно, да, что это как-то, ну, давно все красилось как будто бы, и некачественно красилось, и волосы просто все отвалились. А вот это что за просто лежалый шиньон, который у бабушки на чердаке лежал 15 лет, и его потом достали. Это, мне кажется, не ее волосы. Лучше парик надеть, мне кажется, в таком случае, если уже все отвалилось. Опять же, некоторое время назад у меня было отдельное видео с моим аналитикой Риана Гранде, и я там говорила о том, что хоть у нее и выровняли брови, да, за счет эндоскопии, вот этого всего дела. Ну, конечно, кто-то пишет, что, ой, возрастные просто изменения с детства, там, да, когда у тебя 10 лет брови вот так, а потом они становятся вот так, при этом в росте волосков ничего не меняется. Да, конечно, это все естественная красота. Короче, коротковаты брови, опять на мой вкус. Я не готова к корианной гранде в вот этой ее южно-корейской эре, да, когда она совсем изменилась, я такая, а что случилось? Я бы вообще рекомендовала Риане воспользоваться сывороткой Топ Лэш. Это не гормональная сыворотка для роста ресниц и бровей. Во-первых, Риана смогла бы свои ресницы роскошные отрастить, и тогда смогла бы совсем такая, типа я такая милашка, и такая вся естественная могла бы отрастить. Вот, потому что, например, показываю свои до-после Рианы. Смотри, за месяц-полтора ежедневного использования ресницы отрастают примерно до своего максимума, да, и дальше мы переходим с вами на использование раз в несколько дней, и брови тоже отрастают. Бровям нужно чуть больше времени для того, чтобы волоски выросли, особенно если волоски там, где их никогда не росло. Я, например, себе выщипала кончики бровей и начала отращивать их заново, фактически на лбу, так, где брови никогда не росли, и у меня все выросло. Мне все нравится, у меня все замечательно. А, правда, сейчас все выгорело, но это уже другой вопрос. Так что, дорогая моя Ариана, воспользуйтесь, пожалуйста, промо-кодом на покупку на Озон. Я думаю, что мы все можем воспользоваться этой рекомендацией, потому что она не только для Арианы Гранды, но и для колледжей, короче, для всех-всех-всех, потому что результаты действительно просто фантастические. Короче говоря, у меня для вас есть промо-код на скидку 20%, топ Наталина, на Озон ее вводите и приобретаете себе, маме, папе, бабушке, подружкам, друзьям, короче, всем-всем-всем, кому нужны роскошные мохнатки. Спасибо большое сыворотке Top Lash за то, что просто у меня волосы теперь растут в нужных местах. Кстати, с собой в поездку взяла аж две, боясь, что у меня закончится, и вот эта у меня еще закрытая. Хотите, давайте лишим ее упаковки. Ой, как-то она быстро лишилась, я надеялась, что это будет более драматично, потому что там у меня как раз уже все закончилось. Вот она моя красота. Ну что, Ариана, все записала, запомнила, корзину на Озон собрала, и выкупай все, топ Наталина, это скидка 20% на Top Lash. Возьми сразу парочку и попроси кого-нибудь байерами какими-нибудь тебе отправить. Все доедет, будешь пользоваться, на следующей ковровой дорожке увидимся. Скоро уже Матгала и все такое, так что давай, Ариана, не подведи. Так, теперь у нас с вами какая-то учительница французского. Это у нас, господи, у нее сумка как будто Майкл Корс какой-то. Что это за сумка? Шанель, а, ну конечно, Билли Айлиш теперь лицо Шанель, что ли. У Билли Айлиш очень красивое лицо, у нее еще такие вот эти странные глаза. Ну как странные, это просто такая особенность, да, когда видно белок под зрачком, и поэтому они у меня такие типа слипи айс получаются. Мне безумно нравится макияж без вот этого низа. Опять у меня есть вопрос к тем, кто красит волосы. А что случилось? Почему у нас корни светлее, чем концы? У меня есть, скорее всего, ответ на этот вопрос, да. Ну я просто вижу, что не очень качественное накрашивание. Что происходит? Макияж у нас здесь с вами, тональный крем, пушистенькие брови. Резни подкрасили чуть-чуть, как будто каких-то каплю совсем телесных теней. Мне нравятся вот эти у нее губы такие. Ля тоже, ну вот это прям американский такой вариантик, когда рыжий-рыжий контур и светлый центр. Образ ее мне не нравится совершенно просто, ну нет. Ну по мне это просто некрасиво. Что это за сумка? Все на ковровой дорожке без сумки. Это как-то все слишком вылизано и пропорции какие-то, ну странные. Вот так вот смотришь, вообще супер красотка. Образ потрясающий, освежающий, все классно. В целом мне вообще не зашло. Она, знаете, еще, кстати, мне кажется, что делает, когда она позирует, она делает вот так. Знаете, когда типа шарика воздуха к губам подводишь такую? Ну то есть можно чуть-чуть. Можно прям много. И видите, как будто нижняя челюсть выдается, немножко странное позирование. Вот это супер. Так, дальше у нас у... Так, у нас с вами дальше Карди Би. Платье у нее всегда, она вот такая вот типа секси-мами, секси-штучка. Ну какой-то такой бурлеск платье. Мне, кстати, образ нравится. Хотелось бы от Карди, знаете, как чего-нибудь новенького, потому что у нее всегда вот это супер-секси. Так, у нас здесь с вами линзы. Ну, кстати, про парики, да, когда кто-то говорит на каких-то видео. Все видно. Ну, ребят, в жизни как бы всегда все видно. Sorry, not sorry. Видите, у Карди Би тоже прекрасно видно. В жизни это вообще все пипец тоже, как видно. Мне, кстати, нравится, что ей сделали с бровями, потому что вообще у Карди странные брови какие-то. Ну, у них форма такая какая-то мне лично не очень нравящаяся. Хотя я сейчас их подправляю, потому что у нее были какие-то вообще там что-то, гусеницы, да. Нарисовали ей новые брови, старые убрали. Близи, конечно, выглядит все уже не так свежо. Но мне нравятся губы, мне нравятся глаза. Очень красиво. И вот такая вот она типа женщина-кошка. Но у нее вот этот прием, который делают часто на ней и на некий менаж, когда нижний век вообще как будто не красится, и глаз такой, знаете, вздернутый получается. И абсолютно отсутствуют, и абсолютно отсутствуют нижние ресницы. У нее сами по себе кошачьи глаза, которые вот такие вот, мне кажется, было бы классно все-таки накрасить нижние ресницы. Но здесь мы с вами, конечно, видим, как с близкого расстояния выглядят вот эти full glam макияж. Да, они выглядят так. Но как бы мне все нравится. Смотрите, какая кошечка. Мне образ в целом все нравится. Конечно, мне кажется, можно было усадить немного весь вот этот бейкинг адский каким-то фиксирующим спреем немножечко, чтобы посвежее было. Так, дальше у нас Шарлиз Террен. Мне вообще безумно нравится ее внешность, вся какая-то элегантность. Она, знаете, дает такие типа вайпс. Какая-то она мама, мачеха Белоснежки, да, она же ее играла, по-моему. Вот для меня у нее такой вайп, то есть злодейка. Злодейка такая, суперкрасотка. Мне не нравится ее цвет волос здесь. Вот это, знаете, такое макаронином эмилирование из нулевых. Мне больше нравится, когда у нее более теплый блонд, а не вот это зеленоватое эмилирование, потому что как-то не свежо выглядит. И что у нас по образу? У нас здесь вот с вами, знаете, вот эти макияжи из серии, когда помаду не вот так вот наносят, а так... Чуть-чуть дотронулись, чуть-чуть дотронулись там румяшками, чуть-чуть всем вот дотронулись. Ресни у нас здесь с вами, это, по-моему, да, это наращивание. Ну, у наращивания просто достаточно такой, ну, как мне опять же кажется, такой более специфический, да, лук. Такой он более пушистый, без вот каких-то особых спецэффектов. Шарлиз. Топ лэш. Топ лэш. Губы суховаты. Мне бы хотелось, наверное, какого-то каплю хотя бы бальзама, что ли, для губ налейте женщине на рот. Не люблю шелковое платье. Для меня это ассоциируется с ночнушкой. Хотя оно наверняка там супердорогое, и все дела для меня немножко как ночнушка. Так, Крипси Тигин. Блин, платье трэш, по-моему. Как будто кто-то его подрал. Не знаю, сетку вот эту, то, что видно. Реально, знаете, какие-то бальные танцы 80-х. Знаете, они там такие, вау, выходят бальные танцы, чтобы вот это вот все летало. Может быть, у меня неправильное впечатление о бальных танцах, но нет, ужас. А вот макияж, макияж. А у нас здесь с вами очень даже хорош. Ну-ка, сейчас посмотрим вот на такое фото. Ну что это? Просто впилось платье в грудь, все расплющило. Так, какие у нас хорошие губы здесь по цвету. И карандаш, и помадка, и чуть-чуть блеск. А кожу-то красиво, смотрите, проработали, что у нас кожа выглядит сияющей. Ну и здесь опять же, да, у нас должны быть данные физиологические, да, для того, чтобы такое что-то сделать. Что-то здесь с бровями происходит, понятия не могу. Как будто какие-то наращивания бровей. Что это? А нижние ресницы чуть-чуть прокрашены, можно было бы поактивнее, для того, чтобы подраскрыть немного глаза. Вот, в целом макияж, мне кажется, качественный, свежий, не какой-то overwhelming, скажем так, да, то есть не перегруженный. Так, женщина-динозавр. У нее сзади просто вот эти вот зеленые кожаные оборки. Как будто хочется рукава снять и оставить просто платье. Так, что у нас по поводу макияжа? Кстати, про прически-то мы про предыдущие не говорили, да? Так, давайте-ка глянем на прически. Ну, когда я ничего не говорю, значит, все хорошо. Так, Шарлиз, Шарлиз, все супер, все волосочек к волоску. И при этом все равно, знаете, вот выглядит немножко не так, что прям вот так залезали, что ни единого волоса не выбивается. По мне отлично. Так, Крис, ну, Крис, у нее вечно какие-то вот такие притчи. Ну, нормально, ладно, живи. Так, здесь у нас прическа просто супер. Мне очень нравятся пирсинги в ушах, мне нравятся сережки, рукава. Мне кажется, знаете, хочется вот с этим платьем видеть шею, чтобы вот шею, да, вы поняли, ну, как-то. Так, макияж. Губы супер, нравится. Темный контур, светлый центр. Ну, нравится не то, что они типа в стиле 90-х, а просто то, что они оформленные и такие четенькие. Нижние ресницы при таких активных верхних, ну, мне кажется, надо все-таки прокрасить. Мне нравится то, что здесь вот такой тейк на то, что это супер-глэм макияж, но нет бровей. И в целом макияж классный, качественный, он подходит такой яркой особе, но нижние ресницы, что за война просто с нижними ресницами у людей, я понять не могу. Посмотрите, у нас какая красивая кожа как сделана, да, у нас там и коррекция, и все есть, но опять же не во всех ракурсах, к сожалению, видно. Так, Эмили Крошиха, конечно, это точно, она супер-красотка, невероятная просто, но она знала же, куда она идет, почему она такая лохматая. То есть, вот знаете, есть этот лук, что типа я вот так проснулась, да, ну, конечно, я сейчас, ну, я всегда идеальна, это понятный я образец, но Эмили не надо было так вот это меня косплить уж прям настолько. Знаете, вот иногда смотришь на укладку, и она такая небрежная, но ты понимаешь, что это укладка, что это все вот, ну, как бы так и было задумано, но иногда ты смотришь и думаешь, блин, так не было задумано, она просто, ну, что-то взлохматилась, и у меня есть ощущение, что она шла, у нее пока она шла, волосы немного повисли, и она вот так вот сделала, вот, и вышла. И с таким платьем хочется чуть-чуть полизать, но чуть-чуть вылизана, чтобы была картинка, чтобы была поаккуратнее. Вот это что у нас здесь за стояк? Ну, то есть, вот это, что это? У нее тем более layers, то есть слои, и вот здесь какая-то завивка, здесь что-то торчит. И можно было сделать просто очень красивую такую укладку, не обязательно, чтобы было идеально волосок-волоску, чтобы это все было спокойно, не спадающе. И если вот это еще ок, может быть, там влажно было, в таком платье понятно, что все влажно, но вот это торчок, Эмили. А платье, господи, сколько там, наверное, фотографий, где у нее просто вот, ну, фотографии ее сисяндр. Где посмотреть можно? Давайте посмотрим мейк. Мейк у Эмраты всегда роскошный. Я видела, кто же ее, то ли Хан Ванго, то ли Патрик Тай ее красили у себя на YouTube-канале. И она вот садится в кресло и не накрашена, и ты думаешь, блин, ну-ка, пипец. Ну, в том плане, что даже красить не надо, просто вот очень яркая сама по себе внешность, роскошная кожа. Ты добавляешь просто чуть-чуть тон. Видно же, да, что тона, ну, как бы он есть, но его немного. Добавляешь там румяна-хайлайтер, помадку, ресницы красишь, и пока. И она просто супер. Мне нравится вот этот ее такой минималистичный макияж, нижние ресницы. Спасибо большое, прокрашены. Все здорово, все вообще супер. Лапал кто Эмили перед выходом на красную ковровую дорожку. Тон на тело можно было бы нанести. Знаете, хочется чего-то нанести на тело, чтобы оно смотрелось более таким влажненьким. Но потому что матовое лицо, сияющее. Хотелось бы, чтобы тело проработали тоже. Дальше у нас с вами Эмма Стоун. Ну, она красотка, конечно. Конечно, такой вот цвет платья, который, казалось бы, да, ее размоет. Но нет, прям хорошо, хорошо ей все. Посмотрите, какой нежнейший макияж. Прям вообще она неженка такая, да. У нас с вами чуть-чуть помады. Пытались ей уголочки, видимо, поднять. Но для улыбчивых человеков это не очень подходит. Вот здесь вот рисовать. Потому что это все становится, ну, сильно заметно, когда человек улыбается. Ну, это когда бывает такой тротик и чуть-чуть хотят его так приподнять. Нравится более такая сияющая кожа. Румянец. Веснушки, которые, скорее всего, знаете, еще и сверху добавили, чтобы создавалось ощущение супер прозрачного тона. И стрелочка вот эта коричневая. Нижние ресницы опять красить не надо, блин. Как вы меня достали все уже, господи. Пожалуйста, чуть-чуть. Они, мне кажется, боятся, что туши размажутся. Потому что они там будут смеяться, плакать, что-нибудь еще такое. Вы меня достали. Есть термо-туши. Пожалуйста, сделайте с этим что-то. Как красить ресницы. Вот это что такое? Что это? Здесь, видимо, что-то приклеили. Да, блин, пейсос. Вот, знаете, издалека смотришь, думаешь, боже, как красиво. Начинаешь рассматривать за такое. Здесь у нас просто клей видно. Хорошо, спасибо большое. И вот это что это такое? Просто на внешнем уголке такая пя-а-а-а. А здесь ничего нет. Ну, чуть-чуть поаккуратнее можно. Вот без вот такой вот порашивала, пожалуйста. Так она супер красотка. Вообще роскошно. Супер хорошо, спасибо. Вот здесь мы видим, что у нас чисто внешний угол. Очень красиво все издалека. Иногда лучше не приближать. Так, Ева Лангурия. Что с бровями? Как мне нравится вот это вот? Мне, кстати, нравится вот это ее платье. Такая она типа мачеха белоснежки такая. Габриэль Салис. Что с бровями? Что с бровями? Нижние ресницы. Слушайте, мы уже видим с вами тенденцию, что они наконец-то посмотрели мое видео. Стали уже делать и коррекцию, и губы, и румяна всем добавлять. Нам надо их добить с нижними ресницами. Мне как-то... Вот знаете, вот эта бровь норм, а вот эта стрём. Потому что есть несколько моментов. Да, это все естественно, бла-бла-бла, и окей, пока. Короче, не то, что сильный изгиб, да, просто очень длинный хвостик, который чуть-чуть может тянуть взгляд вниз. Да, и вот, ну, посмотрите, издалека как странно это все дело смотрится. И то, что у нас здесь с вами вообще хвостик, это одна треть бровей. Тело бровей это две трети. А у нас здесь, ну, практически хвостик половина бровей. То есть это выглядит вот как бровки домиком, вот когда у нас с вами треугольник. Мне кажется, можно вот здесь вот чуть-чуть, буквально два волоска дорисовать. И вот от этого хвоста, вот от этого последнего сантиметра просто надо избавляться. У нее внешность роскошная, потрясающе все, но вот эти острые углы, во-первых, посмотрите, какие брови разные. Острые углы добавляют, есть тервозности, а хочется ее внешность, наоборот, чуть-чуть помелее сделать. И я вижу, что она хочет этой милости, потому что вот эти вот румяна, да, вот все, всякое такое. И нижние ресницы, пожалуйста, надо накрасить. А вот эти, ну, можно было бы и чуть поменьше сделать, потому что это прям 2016 год. Вот у нас с вами, блин, когда она улыбается, ну, конечно, просто вот ее улыбка, вообще потрясающая кожа, все супер. В общем, из рекомендаций поработать с бровями, выслать мне ожерелье и серьги, прокрасить нижние ресницы. Так, хайди, хайди клум. Мне всегда странно, когда вот такие вырезы на животе с чем-то посередине. То есть, если это целиковый вырез, окей. Если это только часть вот этой под грудью, окей. Так. Как будто лохмотик. Ну, короче, мне не нравится. Как будто ей это не идет. И знаете, очень много этой текстуры у нее и на голове. Вот эти волосы, кстати, дайте посмотрим, что у нас тут. Вот у Евы Лангори, кстати, смотрите, она хорошо причесана, без там всяких торчков. Ну, как, есть чуть-чуть там, но это такое, знаете. Так вот, просто хорошо, просто причесанный человек. Такая Эмма. Эмма Стоун, ты у нас причесалась перед выходом на Доврошку? Эмма у нас тоже причесалась. Молодец. Все, спасибо. Хайди, вас издаст. А здесь у нас слишком много нижних ресниц. Ладно, ладно. Так. Серь. Знаете, как будто все одно текстуры. Вот как это платье. Вот платье вот такое вот. Волосы точно такими же мокрыми какими-то волнами. Волосы мне не нравятся. Потому что это просто странно. То есть вот эта текстура. А вот эти бэйби-волосы нельзя было тоже наверх забрать. Потому что это выглядит, ну, как-то не сочетается. Тут сухие вот эти бэйби с забором. Такая челка-гопника, да. А сзади все влажное. Ну, возьмите их тоже туда, заберите. Потом. Ну, губы вообще у нас привет 90-е. Губ как будто нет на лице. То есть консилерные губы. Хайди. Нужно носить с более темным карандашом такие губы. Либо просто чуть потемнее выбрать оттенок. Это, ну, не то. Так она, конечно, безумно красивая. Мне очень нравится ее внешность. Но... Что-то засвеченная какая-то. Ну, вот тут вроде все как бы хорошо. Нижние ресницы. Я не понимаю, зачем их было клеить. Чуть своих нет. Хайди. Пишем топ лэш. Топ Натали на код на скидку. 20%. Короче, нижние ресницы я бы здесь просто прокрасила. Вот так вот не стала бы клеить. Странно выглядит немножко. Дальше у нас с вами совершенно прекрасная Дженнифер Кулич. Мама Стифлера. Блин, она вообще... Она так выстрелила в последние годы, кстати. Когда она играла маму Стифлера, ей было 35 лет. В голове как будто ей 50 было там. А, нет. Я сейчас загуглила. Ей было 38. Но тем не менее. Сейчас ей 62. Выглядит она просто потрясающе. Но мне не нравится ее образ. Именно вот волосы. Вот эти кучеряшки сделаны, на мой взгляд, некачественно. То есть, смотрите, здесь пошла какая-то волна. Тут какая-то... В Америке вот они любят вот эти волосья, которые... Вот здесь что-то ничего нет. Потом вот здесь что-то завело. Такое ощущение, как будто она украла хвост Арианы. И вот сюда я его себе на плечи положила. Мне не нравится. Мне не нравится. Это значит, что это так старомодно. Она как-то несовременно. Как-то не секси. Не знаю. У нее просто вайв такой. Как будто она такая... Она крошиха. Неважно, сколько ей лет. Она крошиха вообще просто. Но мне не нравятся волосы. Макияж. Брови нравятся. Хорошо цвет подобранный. Сам макияж. Как будто хочется меньше ретро. Меньше серости. Может быть, бежевое что-то. Ну, потому что это просто Ирина Салтыкова в 90-х. Не знаю. Ну, серые тени. Короче, старомодненько. И она, видимо, как привыкла вот когда-то краситься. Так и продолжает краситься. Хочу чего-то посвежее. Чего-то, может быть... Видите, у нее какие-то и холодноватые губы. И здесь вот холодноватые. Дженнифер, короче, пиши мне в Диэм. И мы с тобой обсудим. Проведу тебе урок по макияжу для себя бесплатно. Слушайте, Дженнифер Лоренс. Говорят, что она там какую-то себе пластику сделала. Я, честно говоря, не вижу. У нее как было на ветше века так и осталось. Потому что говорили, что она себе блефары сделала или брови подтянула. Но как будто она позирует, типа... Не знаю. При том, что выглядит она потрясающе. Очень красиво. Но мне совершенно не нравится это платье. Я подумала сначала, что она беременная здесь. При том, что у нее нет здесь живота. Здесь ничего не выдает беременности. Это просто ассоциация. Что вот в таком вот как будто фотографируются беременяшки. Господи, что со словом? И у них вот здесь вот расходится вот это вот. И живот торчит из-под вот этого пенюара. Мне не нравится образ. Мне не нравится вот эта вот полочка для грудей, которая еще эти груди режет пополам. Вот. Но у Дженнифер столько супер неудачных образов макияжа. Просто ужасно. Когда у нее стрелки просто на вас и на Кавказ. Вот. Просто ужасно. Она выглядит потрясающе. Очень молодо, юно. Очень хорошо накрасила нижние ресницы. Дженнифер, спасибо тебе за это. Очень свежо. Посмотрите, вот эти нижнейшие румяна, нижнейшие губы. То есть у нее более активная здесь стрелка и ресницы, чем обычно. И вот эту вот некую жесткость от стрелок нейтрализуют вот этими румянами, более сияющей кожей, такими свежими губами. Да, прям вообще супер по кайфу, если не... Блядь, тут еще и перья. Это еще и перья. Трэш. Образ трэш. Просто. Ну, именно платье, макияж, прическа вообще такая. Она типа неженка вообще. Супер-пупер. Нависшие века. Хотя, может, и фиганула. Не знаю. Может, брови подтянула все-таки. Не знаю. Выглядит супер. Вообще отлично. Очень нравится. Джейсик Альба. Крашиха. Блин, Джейсик. Вот знаете, она же была такая просто супер вообще там секс-идол. А потом что-то куда-то пропало. Очень красивая девушка. Просто невероятно. Мне совершенно не нравится вот эта роза где-то в районе талии. Непонятно, зачем она там. Вообще платье не нравится. Вот эти розы. Вообще ужасно. Но у нее потрясающие всегда волосы уложены. Вот таким вот образом я вот Еве Лангории вот такое рекомендую. Мне безумно нравится ее макияж. Он выполнен качественно. Здесь всего достаточно. Одноцветные губы. Да, просто нейтрально-бежевенькие. Хорошие подведенные глаза. Ресницы тут это приклеили. Здесь про это самое прокрасили. Вообще все супер. Очень красиво. Платье трэш. Трэш-контент. Так. Джулия Фокс. Джулия Фокс. Ну, Джулия супер, конечно. Супер. Мне кажется, вот без этой хероворы на башке было бы лучше. Потому что оно по текстуре как будто не сочетается. Но мне не очень нравится. Мне бы хотелось, наверное, без нее, чтобы больше вот этому образу делилось внимание. Хотя вот на этой фотографии красиво. У Джулия любит вот эти свои необычные макияжи, которые часто она еще смотрела. Посмотрите, какая симметрия. Вообще какая молодец. Как это выглядит по-неземному. Ну, конечно, это мой фейворит. Мой фаворит. Я бы убрала вот это вот. И оставила бы платье, перчатки, притчу. Хорошо. И вы знаете, здесь вот волосы выглядят как будто с влажным эффектом. Но при этом видно, что они не мокрые, не влажные. Не как у Хайди Клум. То есть это вот стайлингом вот такой вот типа эффект сделан. Вообще классно. Так. Кэндалл Дженнер. Ну, Кэндалл у нас с вами по классике. Все как обычно. Просто ресницы, румяна. Чем старше люди становятся, тем больше они используют румян. И у нас здесь с вами красные губы. Но при этом, знаете, такие не супер холодные, а скорее такие нейтральные. Мне все нравится. Нижних ресниц мне, конечно, не хватает немножко. Образ. Ну, норм. Норм пойдет. Притча тоже ее стандартная. Такая немножко как будто прядь выбилась. Мне нравится. Так. Так, так, так. А вот это вот кто чуть-чуть почищать будет? Ну, ладно, ладно. Так скалкиваться, сама себе все почищать. Нет, конечно. Но я-то идеал. Так. Ну, Кэндалл, ну, короче, красотка. Так, Кимми. Господи, в отеле-то откуда перфоратор в 6 вечера? Мне первый раз за долгое время не нравится платье Ким. У меня такое ощущение, как будто она под калий здесь косит. И очень много вот этого элемента в платьях, что откуда-то что-то торчит. У Эмилера Таковски, у Ева там Лангори. У всех что-то откуда-то торчит. Так, опять она вот в этих кошачьих линзах. И мейк Ким. Все стандартно, все по классике. Эти линзы у нее были на каком-то Мэтт Галла. Это тот случай, когда, ну, как бы даже вот этот фулл-глэм макияж выглядит в супер-близи вообще идеально. Ну, и вот у нас здесь стрелочка, складка проработана, нижние ресницы. Блин, ну, вот, знаете, ну, хорошо же смотрится, когда нижние ресницы прокрашены. Ну, е-мое, глаз сразу такой, как в рамочке получается. Классные брои. Вот Ким точно, то флэш не пренебрегает. Еще сто лет назад делала ее аналитику. Она, видимо, с тех пор пользуется. Вообще супер. Очень красиво. И, ну, как бы подходящее, да, то есть это и не перебор, и не недобор. У Кайли какая-то фишка в последнее время, что она себе постоянно вот так вот волосы кидает на лицо. Даже был какой-то мем в ТикТоке, когда она там стоит, позирует, и у нее просто вот прядь, типа, вот так. И ей говорят, что, типа, Кайли, убери волосы с лица. Она такая, it's the moment, типа, это такой вот fashion moment у нее, фишка у нее такая. Платье сидит на ней потрясно. Фигура вообще огонь. Ну, мне не нравится. Что это за ветка сакуры? Что к чему вообще? Так, ну, здесь Кайли еще на ушах по-любому посмотрела мое видео про мои украшения. И такая, ну, все, короче. Буду тоже обвешиваться. У Кайли вот эта, знаете, такая софт-эра. Она тоже у нас это ударилась в какие-то более мягкие макияжи, да. То есть у нас здесь микрострелочка, ресницы не нарощенные, брови тоже как будто не накрашены. То есть накрашена, по сути, только кожа и губы, да. А глаза так вот еле-еле на полушишечки. Тоже вот эта какая-то полувлажная укладка. Ну, то есть вот она вот этот лук хочет, что она типа бронзовая богиня. Что в мире только одна бронзовая богиня, может быть, Кайли. Sorry, not sorry. И что она еще и влажненькая при этом как будто. Мне, короче, платье не очень зашло. Не знаю, пишите, как думаете. Мне что-то ответ к Сакуре нет. Так, и вот снова у нас Джейнфер Лоренс. Видите, о чем я говорю? У нее как будто она такая... Может, и подтянули ей брови. Потому что она, конечно, стала прям свежее выглядеть. Но немножко по-другому. Вот. Ну, красотка, красотка. Макияж как будто тот же самый. Линдси, линдси. Мы тебя вообще миллиард лет не видели ни на каких ковровых дорожках. Платье. Знаете, хочется, чтобы была талия. Ну, брать руки, посмотреть, если там талия сакцентирована. Чтобы это вот так вот. Либо должно быть прям идеально ровно, либо более акцентированная талия. Линдси. Вообще, первый раз, мне кажется, так внимательную внешность разглядываю. Но макияж явно хороший, явно удачный. А у нас здесь и коррекция, и губы в целом хорошо накрашены. Хотя, может быть, чуть больше четкости хотелось бы. Мне бы хотелось, чтобы ей добавили свежести немножечко за счет румян. Потому что вот свежести не хватает. Так, Люпита Ньонга у нас с вами. Тоже в перьях. Какими-то крупными блестками ее присыпали. Люпит. Это не это, не Куачелло. Так. Ну вот, смотрите, здесь они решили забить на ее естественной складке, нарисовать стрелку поверх нависания и добавить суперяркий хайлайтер. Я, кстати, часто вот так вот делают. И вместо глаз акцент у нас смещается под бровь. Сделайте ей фальш-складку. И вот этот светлый цвет на подвижное веко. Крупные блестки вообще не в тему. Платье мне, ну, тоже не нравится. Как будто если бы перья, может быть, были бы только внизу. Не знаю, нет. Так, а это у нас следует. Блин, опять вот эти блестки. Когда я говорила про тон для тела, я не это имела в виду. Если наносить сияние на тело, то явно же не с глиттером, а что-то, ну, такое просто сияющее. Ну, губы прикольные. Мне нравятся глаза, все сияние. Но, ребят, вот это просто некачественный макияж. По мне, опять же, и у Люпиты часто какие-то траблы с мейком. Кстати, вот это платье плохо сидит. Как будто не кастом-мейт. Вот это что у нас за складки, такого быть не должно. Я не пойму, у нее это разноцветные глаза или все-таки нет? Наверное, да. Здесь, типа, голубой, здесь синий. Но, Люпит, у тебя тут зеленый и синий надо было делать. Ага, он зеленый. Да, вот здесь видно, что... Короче, они пытались, типа, вот так вот сделать крест-накрест. Но идея немножко это провалилась. То, что тут кажется он голубым. Люпит. Ну, ё-моё, а складку кто будет прорабатывать? А форму тянуть, чтобы глаза вот так вот в кучу не сливались? Алло. Нет. Ну, задумка супер. Исполнение. И давайте посмотрим еще на парочку образов. Хотела показать вам вот эту актрису. Уже забыла, какую зовут немецкая актриса. У нее прям сильное нависание века. Вот. И это как раз тот случай, когда было бы неплохо, знаете, добавить ресницы. Есть, попробовали их добавить. Но они легли под натиском вот этого нависающего именно века. Вот. И вместо того, чтобы чуть-чуть... Ну, как бы, если... Опять же, да, нависающая века. Вообще даже что угодно. Это наши сами анодомические особенности. И все зависит от того, чего мы хотим. Хотим ли мы что-то скорректировать, что-то убрать, чего-то добавить. То есть это все очень индивидуально. Я не хочу быть тем человеком, который такой, так, все, убрали, все в тень. Все нависающие веки, да. Но ей здесь допустили такие вот ошибки, которые нависающий века подчеркивают. То есть у нее, смотрите, сияние прямо на вот этом нависании, нависании, которое ей вообще глаза практически закрывает. И ресницы ей приклеили, ну, как бы так, что они тоже падают под этим нависающим веком. Плюс очень много всего сияния вокруг. И губы блестящие. Ну, и все выглядит в итоге немножко уставше. Здесь мне, кстати, ее платье очень понравилось. Вот этим вот бантом. Ну, а тут вот ей, видимо, все-таки они пытаются поднять вот это нависание. Но не очень получается. Просто нужно взять ресницы подлиннее, клеить их. Ну, как бы стараться, чтобы они не вот так вот по своим ресницам лежали, да. А прям, ну, чуть ли не вертикально, да. Чтобы они это все дело чуть-чуть перекрывали. И помаду надо, конечно, заменить, потому что она какая-то как будто аж с металликом. Не очень хорошо смотрится. И вот эти вот, ну, потуги, что-то сделать с ресницами тоже смотрятся, ну, как два таких этих торчка. Вот таких торчков, ну, раз, два, три там можно было бы сделать. Дальше у нас с вами Марго Робби. У нее макияжи вообще в последнее время все очень такие освежающие, да. То есть это много румян, какая-то такая простая помадка. В целом мне все нравится. Ее освежает, все классно. Эмили Блант. Слушайте, у нее тоже платье такое странное, с какими-то вот этими стоячими плечами. Она тоже суперкрасотка. Но мне бы вот здесь хотелось бы явно ее попшикать по периферии фиксирующим спреем. Чуть-чуть сияния добавить. Так все в целом очень даже хорошо. И брови, и тень, и нижние ресницы. Пожалуйста, пожалуйста, нижние ресницы. Надо чуть-чуть накрасить. И румяна чуть-чуть выше добавить. Так. Причем какой-то лук винтажный с подиума. Но у нас здесь выглядит немножко как это цирка дю солей. И тоже у нас вот эта вот лохматость. Наверняка этого специально добиваются. Но мне кажется, что выглядит не очень аккуратно и не очень подходяще. Потому что она такая все вот структурированная. Все вот какое-то... Вот можно было, знаете, вот эти складки. Но вот эта ткань вообще здесь как будто просто ни к чему. Мне кажется, она их взяла, может быть, ну, чтобы жопу прикрыть, когда она идет. Я не знаю. Но просто вот крупные локоны, крупная волна. Ну-ка здесь. Вот, вот, вот. Вот это сюда. И было бы просто, ну, отлично. Так. Сидни Суинни. Ой, слушайте. Она в последнее время тоже это бомбит. Много ее... Ну, в плане ее много. Постоянно за вопросы к ее грудям. Потому что у нее очень большая грудь. И она рассказывает о том, что она в какие-то модели кутюрные не может влезть этой грудью. Вот. Но здесь вот она прям это Мерлин Монро практически. По одежде лично мне образ не очень нравится. Это вот такой, ну, да, старый Голливуд. Такая классика. Хочется чего-то более дерзкого, более юного какого-то. Не знаю. Но макияж при этом и волосы, смотрите, ничего не торчит у нас с вами, да, все хорошо. Макияж просто потрясающий. Смотрите, просто у нас с вами высветленный внутренний уголочек. Немножко бронзы на подвижном веке. Ресницы верхние и нижние, кстати говоря. И карандаш для губ и помада. И выглядит она просто идеально вообще. Так, вот это у нас, я не знаю, кто это. Это, но мне понравился вот этот макияж, потому что они здесь классно подобрали вот этот один. У нее, походу, линза, что ли, чтобы подчеркнуть зеленый цвет глаз. То есть вот такой вот цвет перстиковых румян, он же на губах, да, и все это вместе и как бы ее подосвежает и вытягивает цвет ее глаз. Вот, кстати, это платье снова Эмили Блант, аж у нее здесь труселя, типа, с разами выложены здесь, у нее лямки торчат, не знаю. Так, дальше у нас с вами Флоренс Пью. У нее какая-то фиксация на грудях, потому что она дальше там была с прозрачным верхом. И она вот любительница свою грудь показать прям вот голышом. Не знаю, ну, реально какая-то это фиксейшн. Вот, мне нравятся ее волосы, опять же, да, ну, как бы есть эффект небрежности, но нету вот этого торчка всего непонятно, что куда. И мне нравится, что как подобрали оттенки для того, чтобы, опять же, ее цвет зеленый глаз подчеркнуть. То есть вот такие более фиолетовые и коралловые оттенки. Вообще супер-пупер. А, кстати, здесь, смотрите, кто же это, видать, один дизайнер вот этого вот всего торчка, да. Мне, ну, верх, если в целом ок, то вот эта ночнушка мне не очень. Так, Зендея, Зендея, Зендея. А платье у нее, кстати, было ничего особенного. От Зендеи как-то большего чего-то ожидается, да, какие-то пальмы. Ну, возможно, это было в тему, но не знаю, что-то не то немножко. Макияж супер-пупер идеальный, но у Зендеи для этого идеальное лицо. Я не пойму, кстати, у нее есть ли стрелка здесь у нас с вами или это ресницами выложено. Непонятно. Мне кажется, там, ну, есть точно какая-то стрелка небольшая. Идеальный цвет лица, идеальная кожа, но, опять же, чем идеальнее кожа, простите, у нас темнеет, тем больше вероятность того, что она и на картинке красивая. Посмотрите, какие идеальные просто брови, ни одного лишнего волоска, нигде. Губы тоже как все хорошо. И, опять же, здесь вот все подчеркивают какую-то свою вот эту естественную красоту. Ну, друзья, давайте на этом будем закругляться. Обязательно напишите в комментариях внизу, чей образ вам понравился больше всего с этой красной ковровой дорожки. И, конечно, я жду уже Мэтт Галла, потому что здесь макияжи скучноваты. Ну, то есть, что мы из этого вынесли? Подчеркиваем, естественную красоту, девочки. И вот это вот все. То есть, мы с вами стараемся заниматься уходом за кожей, чтобы кожа была классная и хорошо принимала на себя все. Да, потому что если кожа слишком сухая или слишком жирная или слишком текстурированная, ну, как бы это все равно все будет заметно. И неважно, какой толщины вот такой или вот такой вот у вас слой макияжа, на приближенных фотографиях это все равно все будет заметно. Но вот издалека уже не так. Поэтому здесь тоже надо выбирать, хотим мы издалека или чуть поближе, да, чтобы на нас с вами смотрели. Ну и подчеркиваем свои естественные данные. То есть, мы делаем коррекцию румяна, причесываем брови, чуть-чуть ресниц, бронзовые тени и, в общем-то, в общем-то, чуть-чуть там что-то на губы. И на этом, собственно, все. Можно идти на Оскар. Опять же, повторюсь, пишем скорее, кто вам понравился больше всего на этой красной ковровой дорожке. Не забывайте подписываться на мой канал, на мой телеграм-канал Наталина. И, конечно же, заходите на Озон для того, чтобы приобрести супер-крутую сыворотку для роста ресниц и бровей от Top Lash с промокодом TOP NATALINA. Скидка, кстати, 20% по промоколику. Ну что, спасибо вам огромное за просмотр, и мы с вами увидимся в следующем видео. До встречи, и всем пока!